Если у вас такая ситуация, что вы забыли пароль экрана блокировки на вашем iPhone или iPad, забыли пароль вашей учетной записи или iCloud, есть данное программное обеспечение, которое вам прекрасно поможет избавиться от этих проблем и вы сможете получить опять ваше чистое устройство и полноценно его использовать. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Как поняли, друзья, это будет опять компания PathFab. Она предлагает нам решить эту ситуацию, но с небольшими ограничениями, о которых я вам сейчас расскажу и покажу. Снимает блокировка и активация без Apple ID, пароль iPhone, iPad или iPod Touch за короткое время. Поддержки от iOS 12 по текущую новую линейку iOS 14. Также платформы, которые поддерживают ПК Windows 10, 8187, Mac OS 1011. То есть, можете здесь приобрести. Вот у нас расписано, как это выглядит на iPhone, как это на iPad. То есть, забыли пароль и важное предупреждение. То есть, PathFab Activation Locker поддержка только законное использование по использованию его для чего-либо незаконного. После снятия блокировки и активации, вы больше не сможете использовать какие-либо функции, связанные с сим-картой. Ну, как понимаете, то есть, не сможете звонить или проверять счет. То есть, iCloud и Wi-Fi, там все, полноценный App Store вы сможете пользоваться. Если вы перезагрузите устройство после обхода блокировки iCloud, блокировка и активация появится снова. Но PathFab Activation Locker по-прежнему работает на этом же устройстве, пока не истечет срок вашей лицензии. Вот так вот, друзья. В принципе, все просто. Ссылочки будут доступны вам в описании под видео. И в закрепленном комментарии вы сможете все подробно здесь ознакомиться для ваших устройств. После того, как мы ознакомились с информацией, давайте же откроем наше ПО. Как оно выглядит и какую информацию оно несет, мы уже знаем. А теперь давайте же посмотрим. Вот, снять блокировку активации iCloud или отключить функцию найти iPhone. Первое, о чем нам здесь говорится, то есть убираем блокировку активации в таких или иных ситуациях. С найти о блокировке iCloud приведет к джеллбреку ваше устройство. Это то, о чем я вам и говорил. При использовании этой функции вы не сможете использовать сим-карту. То есть нажимаем на часть, здесь у нас идет соглашение, предупреждение. Далее здесь только подключить наше iOS устройство. Все. После того, как мы нажимаем, у нас скачивается прошивка, потом накатывается джеллбрек, устройство перезагружается, вы получаете полноценно разблокированные устройства, но с ограничениями. То же самое касается у нас отключить найти iPhone. Также у нас говорится о том, что здесь какая произведется функция. Соглашение. Жмем далее. Подключаем устройство и получаем то самое желаемое решение, которое мы за ним и пришли. И вот, то есть вот так вот оно в принципе просто выглядит. Двумя пунктами вы сможете решить эту функцию. Опять же напоминаю то, что вы получаете устройство с джеллбреком. То есть вы сможете звонить, вы сможете полноценно использовать устройство. То есть Wi-Fi, какие данные, там мессенджеры, App Store, точно так же iCloud данные. Но не сможете звонить, то есть сим-карту вообще можете в принципе не пихать, потому что устройство не будет видеть. Точно так же, если вы сбросите настройки джеллбрек, придется опять заново накатить, провернуть всю ту же самую процедуру, так как она слетает после сброса. Поэтому также это имейте ввиду. Вот так вот, друзья. Все в принципе просто, доступно, понятно. Но опять же, предупреждаю вас о том, что не использовать в коммерческих целях, используйте только по своей ситуации. Не забывайте подписываться на канал Just Run, оставляйте ваше мнение в комментариях. Для меня это будет очень приятно. Скоро увидимся!